Мать 47-летнего мужчины, которого подозревают в педофилии, которого в Тульской области насмерть забили подростки, ничего не знала о наклонностях сына. Любовь Максимовна уверяет, что даже никогда не видела своего сына Эдуарда с девушками и не понимает, почему с ним расправились так жестоко. Она вообще не верит, что его забили именно из-за попыток склонить к интимной связи школьницу. Как мы уже сообщали, местные жители устроили самосуд над мужчиной, они подозревают его в приставании к детям. Он не гулять-то не гулял с девками, вот странно. Ну это вообще звери какие-то. Это уж какие-то, я не знаю, ну как так можно звереть. Даже кто-то что сделал, ну в милицию его столько наручить, правда, ну такое наказание никому не, как говорится. Там даже все кости переломаны, вот под этим смотри, как там, вот в морге, все, говорит, переломано, все до грамм, говорит, как вот все переезды, все незуместно. Вообще он на себя даже и не похожий, мы смотрели, я не узнала. Смерть, тушь, сытый, зашитый, и на себе, если раз этого, ладно, что, это страшное дело. По предварительной информации Лайфа, подозреваемые в убийстве Эдуарда защищали девушку одного из зачинщиков. Это смертельная расправа. И вот рассказывают, что взрослый мужчина настойчиво писал этой девушке, звал ее к себе домой, предлагал встретиться. Конечно, ее молодому человеку, говорят, подростке происходящее не понравилось, он собрал друзей, и они по-своему разобрались с мужчиной. По факту жестокой расправы, под стражу взяты четыре подростка. О том, что Эдуард возвращал детей, говорят местные жители. Есть даже информация, что он якобы, якобы, вступал в интимную связь с девочками 12 и 13 лет, а встречик договаривался с ними в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok